Здравствуйте! Мы с вами на Ближнем Востоке, в Сирии, в стране, где следы Византийской империи путаются со следами Римской империи, вместе со следами египетских фараонов и арабских шейхов. Мы с вами в городе Алеппо, в старом городе Алеппо, что в переводе означает «город молока». Так что сам Бог велел нам здесь что-нибудь этакое приготовить. Ну вот, давайте постучимся, можно сказать, в первый попавшийся сирийский дом и посмотрим, как тут живут люди и чем нас тут накормят. Хозяева дома? Пошли. На первый взгляд вам может показаться, что мы попали в ресторан. На самом деле это не совсем так. То есть сейчас на этом месте действительно находится ресторан. Но именно так выглядел внутренний дворик традиционного сирийского дома. Здесь обязательно посередине двора есть фонтан. Здесь есть зимняя половина дома, стена в которой сделана таким образом, чтобы лучи солнца напрямую попадали в комнаты. Это сейчас здесь сделана такой, как сказать, стеклянная крыша такая сделана, а когда-то этой крыши не было, и здесь было открыто небо. А напротив зимней части дома находится летняя часть, которая сделана, видите, такой низшей углублением с аркой, чтобы как раз солнце, не получи горячего, сирийского солнца, не прожигали ковры на полу летом. Ну что же, вот, пожалуй, все я вам и рассказал. Теперь самое время перейти к готовке. Чтобы нам было приятнее готовить, давайте сделаем восточное чудо. Раз, два, три, фонтанчик оживи. О! Ну а мы пойдем знакомиться с поваром. В результате моего волшебства здесь возникла прекрасная шаки. Знакомьтесь, эта шаки, она будет учить нас готовить традиционную сирийскую закуску под названием ебрак. Я вижу здесь чуть-чуть загустевший кефир, бастурма, виноградные листья, мясной фарш, рис, перец, соль. Так, мы берем рис и всыпаем его сюда. Теперь фарш сбрасываем туда. Мне кажется, перемешивать это все-таки мужская работа. Вот у нас получилась такая масса, я бы это назвал, из фарша, риса, перца и соли. Возникает у нас поднос. А, и мы на поднос, видимо, будем выкладывать виноградные листья. То есть мы берем, отламываем вот здесь вот стебелек у листочка. Так, и укладываем на подносик. Теперь мы сюда укладываем фарш. А, да, вот подворачиваю листочки аккуратно. Теперь нам понадобится кастрюля. Мы берем чеснок и высыпаем его в кастрюлю. Камон. Теперь берем баранину, причем прямо вот с ребрышками, как есть. И тоже укладываем по дну кастрюли. Да, посыпали сверху перец, и теперь будем наши рулетики раскладывать. Прямо поверх перца и мяса, очень плотно друг к другу, взяли вот стакан воды и залили. Так, теперь мы несем это дело в печь. Причем где-то часа на два при температуре примерно градусов 150. Ага, вот наш замечательный ебрак. Нам положили здесь, я смотрю, и чесночок, который, кстати, очень любят и почитают в Сирии, и кусочек мяса. Но я-то буду пробовать непосредственно его традиционная сирийская закуска. Ваше здоровье!